следующий вопрос если уходит коллаген и дрябнет живот как иметь упругий живот после 40 после 40 значит смотрите ну первую очередь что у нас происходит для того чтобы дряблым не становился мышцы живота вообще чтобы дряблым не становились мышцы я все показываю вам свою руку вот у людей уже где-то 40 лет вот эта вот часть уже начинает провисать начинает вот эти вот мышцы дряблеть естественно что подобно вообще происходит со всей фигурой со всей фигурой и в том числе с животом не получая достаточной нагрузки мышцы становятся более менее слабыми и начинает будет выпирать живот выпирает потому что внутри живота существует внутри брюшное давление которое необходимо для того чтобы вообще-то там наш кишечник дыхание пищеварение кровообращение работали нормально когда происходит растренировка наших мышц ослабление особенно передней стенки живота вот это происходит выпячивание и помимо эстетических проблем с тем что живот у нас выпячивается у нас возникает потихоньку возникает масса иных проблем уже связанных со здоровьем поэтому опять-таки существует такой закон физиологии все что не тренируется не упражняется то со временем исчезает поэтому если мы хотим иметь такой плоский живот а тем более там втянутых мы должны эти мышцы упражнять существует масса всевозможных упражнений на живот плюс есть специальные упражнения на втягивание вызывается вакуум животе только опа подтягивается то есть на уменьшение живота лучше всего работает упражнение по вакууму когда втягивается это упражнение называется у дьяна банха у индусов по йоге и вдобавок и науле у дьяну банку можно делать несмотря на то какой живот главное стараться это все делать и потихонечку она будет получаться раз науле это более трудная вещь поэтому остановимся только на у дьяна банки то есть регулярно стараться делать это упражнение практически всегда когда у нас есть время то есть будете делать его хотя бы два раза в день вдох выдох подтянули задержали сколько можете потом опять вдох выдох задержали так два-три раза это будет хорошо если вы будете делать чаще это значит будет еще более лучше то есть это как раз будет способствовать тому что вот это вот жир внутренний который выпирает даже знаете не столько внешний жир делают картину как внутренний так называемый висцеральный жир вот этот висцеральный жир будет сгорать от это упражнение ну по нашему вакуум втягивание живота по йоге это у дьяна банка то есть возникает как бы внутренний жар который потихонечку начинает топить вот этот внутренний жир и более менее там приводит его в норму то есть жир внутри кишок должен быть он поддерживает внутренние органы и и кишки в нормальном состоянии то есть какая-то прослойка должна быть полностью если его убрать может возникнуть провисание и кстати вот это вот упражнение у дьяна банка она способствует тому что несколько и подымает внутренние органы которые так и норовят просесть то есть у нас с возрастом слабеют связки внутренние связки которые держат органы живота допустим тот же те же почки тот же мочевой пузырь женские там детородные органы и все это норовят провиснуть так вот как раз вот этого дьяна банка будет способствовать тому что это будет тренировать это то есть очень хорошее упражнение которое влияет целом на здоровье это очень важно понимать целом на здоровье и особенно на уменьшение живота связи с тем что провисают внутренние органы очень хорошо опять таки делать обратные позы такие как березка когда за счет просто гравитации идет постепенно опускание внутренних органов вниз и остановка их на свои места когда у вас ноги вверху а голова внизу то есть лучше все это поза березки по нашему такая и естественно естественно теперь переходим к упражнению упражнения могут быть любые такие которые бы вы могли делать не напрягаясь но делать регулярно делать постоянно если что-то знаете ходить спортзал раз в неделю два раза в неделю и тем более за это все надо платить то со временем у вас конечно может быть результат который потом за неимением денег за неимением времени за неимением еще чего-то просто-напросто раствориться опять вы вернется к тому что начали поэтому выберите такие упражнения которые вы можете делать дома я например вот если не знаю видно не видно я могу делать вот так вот упражнение видите как у меня живот ходит то есть прекрасное упражнение о как я прекрасно это упражнение так называемый танец живота его можно делать опять-таки где бы вы ни находились то есть вот вот такая вот волна идет как у меня потихонечку начинать потому что она как-то в начале довольно таки трудоемкая как-то так в целом но не тем не менее с со временем у вас появится выносились появится силы вы будете легко делать это прекрасный массаж еще внутренних органов понимаете обязательно делать упражнения я лично когда занимаюсь тяжестями делаю вот такое вот упражнение на живот в этом упражнении у меня не только мышцы пресса работает но еще растягивается что очень важно растяется поясничный отдел позвоночника то есть его надо нагружать так чтобы он не сжимался а наоборот растягивался так что вот это упражнение я делаю регулярно и считаю таким основным для того чтобы мышцы пресса были в тонусе нормальном состоянии и чтобы поясничные позвонки еще растягивались далее 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 это естественно пищевой режим для того чтобы живот был нормальным и я это убедился на себе у меня значит была такая особенность которая осталась еще от занятий с тяжестями я набирал вес и поэтому постоянно так наедался плотно три раза в день три раза в день ем и три раза в день я ем от пузо полностью вот как раз когда вы едите и чувствуете насыщение только тогда когда у вас уже некуда положить пищу в желудок вот это самое плохое для нашего живота и внутренних органов брюшной полости то есть это наверняка ведет к ухшению пищеварения естественно к тому что живот начинает вываливаться то есть умеренность питания и как только я перешел на более менее соблюдаю умеренность питания ну примерно я стала есть вот раза в два меньше нежели я там ел раньше это может быть допустим сейчас в летнее время там салат вот салата можно много съесть и он быстро вообще-то там переваривается и уходит то есть это вода практически чтобы почувствовать насыщение но тем не менее салата надо стараться так большая миска но не чрезмерно большая уменьшить разовое количество приема пищи пускай приемов пищи станет больше не три раза опять раз но вы чувствуете что вы встаете за стола вы нормально дышите вы не чувствуете тяжести и вот тогда тогда-то потихонечку начнется бумаги живот уменьшаться у вас будет улучшаться и отток крови и дыхание и многие 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 параметры вашего здоровья количество принимаемой пищи особенно скажу я о жидкости мы все привыкли запивать после еды тем самым когда мы запиваем после еды мы растягиваем свой желудок то есть пища один объем запомню запомнила сверху вода как правило клапана закрыты когда у нас пища есть в желудке вот жидкость сверху пищеварение у нас залилось как бы сказать огонь пищеварение мы залили напитком клапана остаются закрыты и наш желудок растянут а вот если мы жидкость выпьем до еды она также только минует наш желудочек уйдет тонкий кишечник и там сосется все а дальше вы и нам особо пить после еды не заходится а дальше мы с вами начинаем прием пищи кстати если мы используем салат салат в основном это вода нам также не хочется пить после еды если мы используем смотрите вот почему нам хочется пить и почему растягивается желудок мы смотрите что делаем мы какую-то пищу едим на которую вырабатывается желудочно-кишечный сок в данном случае желудочный и грубо говоря там выработалась там пол литра желудочного сока пол литра значит на пол литра у нас уменьшилась водная составляющая крови то есть кровь стала гуще все эти пищеварительные соки которые нужны для процесса пищеварения они вырабатываются из крови и оттуда берут часть жидкости естественно это ведет к сущению крови далее вот мы что-то съели до сок вышел естественно значит кровь загустилась и нам хочется что естественно пить и после этого мы начинаем пить опять таки начинается процесс того что мы нарушаем пищеварение пищеварение вам говорить идет тогда когда значит определенная температура в желудке значит определенная среда в желудке все это начинает работать а тут мы с вами из-за того что нам захотелось воды кровь-то сгустилась мы начинаем пить разбавляем желудочно-кишечный сок понижаем температуры в желудке все это ведет к растяжению желудка все это ведет к тому что пищеварение останавливается пока опять нужные соки не придут пока температура не восстановится пока не пойдет это все ведет к тому что у нас идет растяжение желудок большой давит вниз и начинается опускание внутренних органов органов поэтому поэтому если мы выпили до еды у нас этого не будет если мы съели салат это также структурированная вода этого не будет если мы выпили свежевыжатые соки до еды у нас этого не будет буквально свежий сок мы выпили садимся за стол пока мы сели за стол что-то начинаем ковырять там там салат или там 2 или еще у нас уже сок ушел тонкий кишечник нам уже не хочется пить видите как питьевой режим влияет на то чтобы желудок не раздувался тем более вот такие плохие привычки как допустим вот сели и начинаем там пить допустим пиво и не одну там бутылочку а бутылочек 5 5 бутылочек это два с половиной литра то все это ведет к тому что наш желудок становится становится перерастянутым раз перерастянутый желудок и кстати он вот здесь вот выпирает живут получается не столько здесь сколько вот здесь вот посредине ведет к тому что внешний вид человека ухудшается у него так какой-то там мужчина выглядит как беременный человек женщина тоже неприятно выглядит перерастянутый значит у нас желудок поэтому стремитесь к тому к умеренности чтобы вы покушал вставая со стола испытывали легкость захочется есть лучше через какое-то время вы опять поедите и кстати кстати вот еще такая вещь старайтесь есть медленно когда человек есть медленно вот он захотел есть я захотел есть это говорит о том что в крови не достает питательных веществ которые омывают соответствующие центры в головном мозгу и сообщает о том что не достает питательных веществ это все через значит нервную систему соответствующие действует у нас появляется чувство голода мы начинаем искать чтобы покушать такой процесс и когда мы с вами начинаем есть если мы быстро съели то еще не успела в пища всосаться в кровяное русло и достигнуть питательные вещества определенной концентрации которые сообщают в головной мозг естественно что концентрация нормально мы насытились вот этот процесс растянут у нас во времени мы пока этот процесс совершится успеваем съесть больше чем надо то есть на мы голодные видим 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 хочется если здесь есть а вдруг как бах живот вот такой мы не сдышимся мы наелись поэтому чтобы поймать этот процесс вы ешьте не спеша тщательно пережевывая чтобы у вас как бы сказать все было нормально процесс всасывание пищи и сообщение головной мозг говорил о том что все у вас удовлетворяется чувство голода и вы не переели либо же либо же но это конечно труднее сделать вот вы чувствуете ага съели определенный объем пищи и вам еще хочется есть но вы понимаете что уже в принципе нормально наелись и через буквально 20 30 40 минут у вас наступит насыщение но пока эти питательные вещества не всосались поэтому просто-напросто надо встать и выйти и тогда будет все нормально и в таком случае мы с вами живот но будем так сказать сохранить в норме не растянем его то есть важно понимать что мы его сами растягиваем и вот все дело не в том что вот там повысит там коллагена или еще чего-то все это повышается за счет обычной физической нагрузки то есть обычная физическая нагрузка которую мы даем там упражняя мышцы вызывает повышение коллагена повышение качества мышечных волокон повышение тонуса их и все нормально нормализует жировую прослойку а и а и и а и Выходим. Все. Все хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч.